По поводу встречи Байдена и Си. Может быть, у вас есть какая-то информация по тому, что же закулисно обсуждалось и до чего договорились два лидера, таких суперпауэр, да? Потому что публичные заявления мы слышали все. Но в таких случаях почему все эту встречу ждали? Потому что в таких случаях самое главное остаётся за кадром. И, собственно говоря, вот те решения, которые могут стать потом судьбоносными, а мы сейчас в первую очередь имеем в виду Украину и войну, они принимаются вот там как-то, да? Скажите, пожалуйста, может быть, по каким-то, опять же, косвенным признакам или по каким-то источникам мы можем рассказать и можем проанализировать, о чём же договорились Байден и Си в контексте Украины? Вы знаете, тема Украины, она, по сути, вообще не обсуждалась и не выносилась. Это тот инсайт, который мы имеем из Соединённых Штатов. Ну а касательно самой встречи, она, безусловно, касалась интересов этих двух стран. И самый главный сегодня инсайт — это то, что Байден услышал от Си, то, что в ближайшие два-три года он не собирается проводить военное вторжение в Тайвань, а будет использовать возможности для того, чтобы мирным путём, скажем так, Тайвань вернулся в Китай. Это главное. Ну а по Украине, безусловно, наши партнёры хотели и собирались использовать информацию по поводу поставок, скажем так, в обход санкций и ООН, и международных организаций, и американских технологий из Китая в Россию. Но по информации на сегодня, такое ничего, чтобы соответствовало или подтверждало, не было обнаружено. Единственное, что сегодня чётко установлено, то, что Китай не передаёт оружие, но передавал России технологии по производству беспилотников. Это факт подтверждённый. И вот в контексте обхода санкций и дальнейшей передачи эти вопросы обсуждались на встрече Байдена и Си. Валерий Витальевич, скажите, пожалуйста, вот сначала, какое-то время назад в Украине активно качалась тема выборов. Причём, кстати, в западных СМИ активно она звучала тоже и приходила потом к нам. Ну и, естественно, широко обсуждалась с русскими потом. Теперь активно качается тема конфликта Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Причём вступают в эту тему даже не какие-то уже анонимные источники или там пророссийские паблики, ну как это, в общем-то, и до этого было. А выступает Марьяна Безуглая, народный депутат, зам главы Комитета по безопасности и говорит о том, что Залужного надо отправить в отставку, потому что ей нужен план войны на 2024 год, чтобы военное руководство предоставило. Ну, естественно, там есть уже реакция, уже зарегистрировано постановление о том, чтобы её зам главы Комитета уволить. Кто-то там из народных депутатов написал заявление в СБУ. Но все эти заявления и вокруг этого информационные волны, но они точно не способствуют сегодня тому, чтобы мы думали и были настроены только на победу и на борьбу с врагом. А враг сегодня один — это Путин. То есть вот эти все междоусобные истории, они очень сильно разъединяют общество и отвлекают от главной идеи. То есть есть один бенефициар этих историй, вот реально, это вражеская Россия. Скажите, пожалуйста, почему сегодня так много вот этих негативных информационных вол, кто за этим стоит, и каким образом так получается, что вообще какая цель этого всего, и кто хочет это сделать? Каким образом получается, что до сих пор эти волны, кто-то с успехом это проводит? Я бы начал с того, что действительно за два года нашей войны наше общество устало. И это то как раз благоприятное время, когда общество наиболее, скажем так, оно благоприятно расположено для подобных вбросов и вкидов. Вот, и если мы проанализируем, кому подобные вкиды выгодны, выгодны военным, что их обвиняют в том, что они готовят заговор против политиков, нет. Или сегодня спросить политиков о том, что они сегодня там обвиняют в узурпации власти, выгодны им тоже нет. И если спросить, кому это выгодно, ни тем, ни другим не выгодно. Вот, почему? Потому что это действительно то, что сеет хаос, и по сути там состояние, когда каждый сам за себя. А мы должны быть как никогда едины. Почему? Потому что нам нужна эта победа. Вот, и я бы в этом контексте также бы хотел что отметить, что возможности ФСБ по организации Третьего Майдана, то, что сегодня звучит в украинском, скажем там, Ютубе, вот, и в урганских средствах массовой информации сильно преувеличены, как и возможности Второй армии мира. Почему? Потому что действительно много чего изменилось за эти два года. И это не только ликвидация и полный запрет пророссийских партий, это ограничение деятельности Российской Православной Церкви, которая является, по сути, филиалом ФСБ. Мы уже не раз обсуждали, что один мой знакомый генерал говорит, я в лавру никогда не ходил, почему? Потому что я всех этих попов знаю по кличкам и по псевдонимам. И погоны и звания ФСБ, да, какие у них? И погоны и звания ФСБ, да. Поэтому сегодня эта деятельность также, там я нанесён, скажем так, серьёзный удар, почему Сурбобезопасности возглавил этот антихристовый поход против антихристов в Рясе. Валерий Витальевич, извините, я сразу уточню, а какое звание и какая кличка у этого главного московского, собственно говоря, ФСБшного представителя, московского патриархата, у Павла? Вы знаете, там есть несколько и так далее. Я думаю, что наши сотрудники Службы безопасности, они с удовольствием откомментируют это, знаете, чтобы это не было с моей стороны, как то, что, знаете, как информация, оперативные материалы, которые они ведут. Почему? Потому что вот это всё устанавливается и путём, в общем-то, оперативной деятельности. Я не хотел бы, чтобы даже какие-то элементы стали сегодня, вышли бы случайно в информационное пространство. Но в плане того, на что сегодня способны в этих ограниченных условиях российские спецслужбы? Безусловно, это продолжение террора, попытки там раскола нашей международной поддержки. Ну и внутри страны это самое главное, посеять, знаете, недоверие людей к власти, чтобы показать, что власть и люди это на разных сторонах баррикад. А мы должны быть на одной стороне баррикад. Мы должны сегодня пожелать только одного – победы. И в этом плане я бы те, кто люди, которые забывают это, сказал бы, что в иерархии, военной иерархии, Зеленский – это верховный главнокомандующий, занимает должность, а заложенный – это главнокомандующий. Вот. И, безусловно, это важно. И когда депутаты, про которых вы вспомнили, дают себе такую возможность комментировать деятельность, давать оценки, это, знаете, по сути, попытки еще армию превратить в какую-то в ту же Верховную Раду, где там, в принципе, знаете, творится что угодно. И так вот, если уже там тоже грубо ответить этому народному депутату, я бы сказал, пускай они лучше посмотрят на свою фракцию и надут там порядок. Со всеми ихними там иерешаловыми, которые сегодня известны, и последними задержаниями. Вот. Прежде чем поддавать какому-то критике или сеять сомнения там у военных в, скажем так, в успешности ихнего там руководства. Валерий Витальевич, скажите, а как вы оцениваете сегодня обстановку на фронте? На каких участках, какие у нас успехи или достаточно сложные моменты? Потому что, ну вот зима практически уже, ну по календарю скоро, а так уже реально она уже наступила. всё тяжелее и тяжелее будет тем, кто сегодня реально находится в окопах. Вот что есть на сейчас и как вы оцениваете дальше? Знаете, ответ очень простой. Одного, скажем так, сатяк заложного, который вызвал такой большой международный, скажем так, резонанс, ещё больше резонанс внутри страны по поводу состояния от войны, в котором этапе мы находимся. Я бы сказал, что она адресована была на внешнего потребителя, на наших западных партнёров. Почему? Потому что внутри страны мы и так понимаем, что наши воины делают всё возможное. И героизм, и мужество, они никуда не пропали, и будут делать всё необходимое. Но вот то, что касательно помощи наших партнёров, вот эти все опоздания, бюрократические вещи, они действительно создают возможности россиян достигать определённых тактических успехов. И задержка в поставках машин для разминирования, и дальнебойных, высокоточных ракет в начале нашего контрнаступления призвело к тому, что дало возможность по сути создать эту линию Суровикина. И это были, не рыли сами солдаты, это были просто предприятия, которые там заходили, лили доты, бетоны, окопы. И вот, чтобы вы понимали, плотность минных полей настолько, что где-то порядка на несколько, там, десятков квадратных метров находится больше 20 мин. И это всё минируется дистанционно, и техника не проходит. Поэтому, по сути, это всё наступление идёт в пешем порядке. И это тоже был тот фактор, который мы сегодня никуда не можем деть. И чтобы не жертвовать людьми, а проводить, скажем, наступление, нужно было высокоточные вещи. А это война на истощение как раз на технологические возможности. И вот сегодня Путин, по сути, находится на тупике. Почему? Потому что его военно-промысленный комплекс получает новые возможности. Но экономика, социальные вещи в стране падают. И даже при том, что цены на нефть там растут, всё равно, несмотря на это, я ещё раз повторюсь, на нашей стороне весь мир, экономика мира, она в сотни тысяч раз превосходит экономику России. И слава Богу, что сегодня уже Запад, это очевидно, что Украина не просто должна не проиграть, а Украина должна победить. А вот условия, когда закончится война, они сегодня не должны определяться выходом нас, нашей границы 91-го года. Она может закончиться в совершенно неожиданном для нас момент. Почему? Потому что для нашей задачи, военным способом, создать условия давления на внутри России, на путинское окружение. И это очень важно. Почему? Потому что закончить войну в умах кремлёвских старцев можно намного быстрее, чем закончить физически на фронте. Понимаете? А для этого должны быть сегодня подходы и Запада, совместные, и нас. И тогда это будет успех, который приведёт к перезагрузке самой России и депутинизации. Валерий Витальевич, вот по поводу этих старцев кремлёвских и окружения Путина. Скажите, по вашей информации, что там в окружении сейчас происходит? Как они Путина любят, ненавидят? Хотят ли они от него избавиться? Или продолжают беспрекословно слушаться? Ну, в общем-то, насколько это окружение и кто именно готовы к заговору? Потому что точно то, что их всех объединяет, и о чём мы можем говорить с закрытыми глазами, что всё окружение — это долларовые миллиардеры. Будь то военные, которые его окружают, или чиновники, которые его окружают, или просто генералы. Вот скажите, пожалуйста, зачем этим долларовым миллиардерам получать санкции, иметь проблемы с тем, что раньше они кайфовали на Западе, их дети, и жёны, их любовники, их любовницы, они же вели роскошную жизнь не в России, они полностью интегрированы в западный роскошный образ жизни, а в России они просто зарабатывали, крали деньги. Вот скажите, пожалуйста, насколько этому окружению сейчас нравится то, что происходит? Вы знаете, окружение сегодня немного выбора. Почему? Потому что у них первое — это терять свои, скажем так, честно награбленные деньги на Западе, или потерять свою жизнь вообще. И тогда вот, и они сегодня понимают, что, ну, то есть Путин, он не только загнанный, он сегодня готов ко всему. И действие по совершению пригожено как раз показало, что недоконченный заговор — это проигрыш, поэтому надо идти до конца. И они, все большинство из них, просто ждуны, которые готовы поддержать, все понимают, все осуждают, понимают, что путь никуда, Путин воевать будет до последнего их цента, до последнего русского там военнослужащего, но при этом, боясь за свою личную жизнь, они готовы поддержать уже победителя. И мне кажется, вот те события, которые должны произойти в России, они будут исходить не так от окружения, ну, понятно, при молчаливой поддержке, как больше от представителей силового блока. Почему? Потому что именно силовый блок, прогнозы которого не были услышаны, оценки, которые там были искривлены в угоду тому, что Путину, вот они как раз понимают, что дальнейшая перспектива в России в таких обстоятельствах это не только там быть страной изгоя, страной терроризма, но и вдали от всего цивилизона мира, но это просто путь никуда. Да. Скажите, пожалуйста, знаете, по информации я не могу сказать, ни у кого нет этой информации, по вашим ощущениям, по вашему опыту, а опыт у вас огромный, профессиональный, потому что вы знаете, по вашему знанию история, опять же, мировая. Валерий Витальевич, когда закончится война, когда мы победим? Если вы меня спросили, когда рухнет Крымский мост, я бы сказал, за два месяца до того, как мы освободим Крым. Так уже хорошо. Вот. Когда закончится война, когда Запад наконец-то поймет, что сегодня проблема, это не война в Украине, а проблема Путин. Почему? Потому что Запад уже сегодня должен понимать, что закончится эта война, если там мы не победим, дальше будет дальнейший, там последующий, следующий, следующий. И так будет, и мало того, что вот эта ось зла, которая сегодня там, по сути, концентрируется вокруг России, не только Хамас, но и все там лидеры, там, страны-изгоев, там, и все остальное, это только будет набирать силы. И Запад сплотнется, весь мир сплотнется с новыми вызовами, гораздо более сильными. Почему? Потому что вот эти режимы нераспространения, недопущения ядерного оружия, они были направлены на то, чтобы не дать какому-то диктатору или там террористу обладать этим, чтобы шантажировать и окружать всему миру. А тут, представляете, такой арсенал получил действительно человек, который психологически вовремя не обратился к психиатру, вот, а теперь им нужен психотерапевт, понимаете? И вот сегодня нужно понимать, что этот террорист, и чем быстрее мы решим всем миром эту проблему, тем быстрее для нас наступит, в общем-то, новая, скажем, этапа возможности создания новых, скажем так, системы международной безопасности в мире. Валерий Витальевич, спасибо вам большое за интервью и слава Украине! Героям слава! Спасибо вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok